Программа Телемикс Настроение приветствует вас, дорогие телезрители. Сегодня в гостях у нашей студии руководитель Центра консультационной поддержки Приморского филиала РТРС Евгений Пономарёв. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. В хорошем ли вы настроении? В отличном. Ну что ж, Евгений, мы все заметили, так сказать, перемены в наших телевизорах. И многие наши телезрители даже сегодня не смогут увидеть нашу с вами беседу, к сожалению. Но надеемся, что те, кто увидит, все-таки передадут друзьям то, что сегодня узнают. Попрошу вас немножко ввести нас в курс дела. Я так понимаю, что есть несколько способов получения телевизионного сигнала, не так ли? Да, на самом деле в настоящее время существует четыре способа передачи по среде передачи данных. Это телевидение кабельное, это эфирное телевидение, это спутниковое телевидение и это интерактивное телевидение. Мы сейчас говорим про эфирное телевидение, наземное вещание. Принцип его заключается в том, что с наших передающих станций, телевышек, телебашен, назовем это так, передается сигнал в виде радиоволн, которые приходят на антенны наших телезрителей. И уже с помощью этих антенн наши телезрители принимают сигнал и смотрят его на своих голубых экранах. И цифровое телевидение. Все-таки можете нам немножко рассказать поподробнее, в чем разница? Конечно. Во всех этих четырех видах телевидения по способу распространения, по среде передачи, они еще различаются по, скажем так, формату. Телевидение бывает либо аналоговое, либо цифровое. И аналоговое цифровое может быть в одной среде передачи. То есть, например, если у вас телевидение кабельное, то оно может быть либо аналоговое, либо цифровое, либо и то, и то, по одному и тому же кабелю. Если оно эфирное, то, соответственно, тоже либо вещается оно в аналоговом формате, либо в цифровом. И различаются они на самом деле очень просто. Аналоговое телевидение очень сильно зависит от качественных характеристик сигнала, которые могут меняться в зависимости от условий приема. Чем дальше вы находитесь от телевышки, назовем это так, тем хуже у вас будет качество аналогового сигнала. Ваша картинка на вашем экране будет больше помех, она будет больше рябить и так далее. Чем ближе вы будете к телевышке, тем чище будет картинка. То есть она меняется постепенно, изображение, в зависимости от... По мере удаления, так сказать. По мере удаления, по мере появления на пути сигнала различных помех, линий электропередач, электромагнитных полей, сотовых вышек и так далее. В случае же с цифрой все гораздо проще. У нее есть только два состояния. Либо 0, либо единичка. Или хорошее, или никакого, да? Да, либо если это состояние единичка, то цифровое телевидение вещается, и картинка идеальна, вне зависимости от расстояния от телевышки, скажем так. Либо это 0, да, состояние телевидения нет вообще. То есть состояние, когда оно рассыпается, там, замирает, там, это состояние 0, телевидения нет вообще. Я так понимаю, что сейчас как раз этот переход, да, от аналогового телевидения на цифровое. Ну, он в процессе, да. Все еще идет. В настоящее время, как вы, наверное, знаете, действует федеральная целевая программа о развитии телерадиовещания с 2009 по 2015 годы. Вот. И смысл этой программы заключается в следующем. РТРС, да, российская телевизионная радиовещательная сеть, то есть мы должны выстроить на территории Российской Федерации сеть цифрового эфирного вещания. И запустить не меньше 20 бесплатных телеканалов в составе двух пакетов, так называемых мультиплексов. Но мультиплекс — это пакет из n-ного количества каналов. В настоящее время обещается либо первый мультиплекс, 10 каналов, либо первый плюс второй, 20 каналов суммарно, по 10 в каждом. И как проверить, способен ли телевизор принимать сигнал в новом формате? На самом деле все просто. Все телевизоры, которые сейчас на руках у наших телезрителей, бывают трех видов. Это либо кинескопные телевизоры, габаритные такие модели. Широкие. Широкие, да, абсолютно верно. Они гарантированно принимать не могут. Потому что когда эти телевизоры создавались, выпускались, цифрового телевидения не было еще и в принципе. Дальше. Второй вид телевизоров — это жидкокристаллические телевизоры, либо плазменные телевизоры, которые были выпущены до второй половины 2012 года. Примерно в такие вот сроки. В этих телевизорах встроенного тюнера для цифрового телевидения, для нашего, либо нет вообще, либо он старого стандарта. И принять телевидение вы тоже не сможете. И, наконец, повезло владельцам более современных телевизоров, жидкокристаллических, выпущенных со второй половины 2012 года, по текущий день. То есть нужно посмотреть в документах? Нужно посмотреть, чтобы в телевизоре была поддержка стандарта DVBT2. Если такая поддержка есть, то вам повезло, никаких устройств к телевизору больше подключать не нужно. Подключаете к телевизору антенну дециметрового диапазона. И наслаждаетесь, конечно, отличным качеством телевидения. Если все-таки нет такого поддержки, телевизор покупать другой? Вы, конечно, можете купить новый телевизор. Так, это первый вариант. Это вариант первый, да. Вариант второй. Если у вас нет желания покупать новый телевизор, есть более бюджетный вариант. Подключить к нему приставку. Приставка представляет собой небольшое устройство размером с книгу. Такая коробочка черненькая. Подключается она к телевизору с помощью всем известных проводов. Тюльпаны, колокольчики трехцветные такие. Белый, желтый, красный, да. По такому же принципу, как подключается видеомагнитофон, DVD-плеер и так далее. И антенна уже будет включаться не в телевизор, а в приставку. Потому что всю работу по декодированию сигнала будет уже проводить не телевизор, а приставка. Антенна приняла сигнал, передала по кабелю на приставку. Приставка распаковала этот сигнал. Проанализировала сигнал. Проанализировала. Абсолютно верно. Так. И по этим самым трем кабелям, да, трехцветным, передала на ваш телевизор. Просто видео и звук. Телевизор просто показал на экране то, что получил от приставки. Стоимость этой приставки в магазинах варьируется в зависимости от торговой сети. И где-то колеблется в диапазоне от 1000 до 2000. То есть, что надо просить у консультантов в магазине приставку для поддержки, как вы еще рассказали? Цифрового эфирного телевидения. Цифрового эфирного телевидения. Да. Стандарта DVB-T2. И еще очень желательно попросить продавца, чтобы он сообщил, есть ли в этой приставке или в телевизоре, если вы все-таки покупаете его, поддержка стандарта Multiple PLP. Этот стандарт, режим отвечает за многопоточное вещание. Хотелось бы на этой проблеме остановиться более подробно. Дело в том, что в настоящее время первый пакет каналов, да, 10 штук, он разбит виртуально, скажем так, на 3 потока. На 3 трубочки, назовем это так, попроще. Так, 10 на 3 не делится. 10 не делится. Но отлично делится на 8, 1 и 1. В первой трубочке 8 каналов, во второй и в третьей по одному каналу. Россия 1 и Россия 24. Это сделано для того, чтобы мы могли эти каналы в дальнейшем регионализировать. То есть делать в них местные врезки, местных новостей, передач и так далее. Что, естественно, об этом я расскажу позже. И получается, что не все приставки, не всех производителей и не все телевизоры способны корректно принять этот пакет, разделенный на 3 потока, и отобразить все каналы. На самом деле проблема наболевшая. Потому что люди звонят к нам в контактный центр и пишут письма, сообщают, что у них показывают либо 8 каналов, либо 1 канал, либо 2 канала, либо 9 каналов. Это как раз вот та самая проблема, когда телевизор, либо приставка не поддерживают режим многопоточного вещания. Они поддерживают режим однопоточного. Принимают либо один какой-то поток, либо 2 из 3, ловят 2 канала, 2 и 3 потоки, Россия 1, Россия 24. В любом случае человек оказывается в ситуации, когда он хочет смотреть все 10 каналов, либо 20, а в итоге вынужден смотреть 2, или 1, или 9. Да, конечно, это все-таки меньше, чем ожидалось. Ну да, это вообще не очень правильно. Но проблема-то не в этом. Проблема в том, что когда человек обращается в сервисный центр, указанный в его гарантийном талоне, казалось бы, все логично, верно? Оборудование работает некорректно. Это примерно то же самое, что вы купили, например, утюг. Он на температуру хлопка гладит, а на температуру шелка не гладит, в принципе. То есть выполняет не полностью свои функции, верно? Так вот, сервисные центры почему-то считают, что это не их работа и отказываются помогать нашим телезрителям в этом. Хотелось бы еще разочек для тех телезрителей, кто столкнулся с этой проблемой, уточнить, что проблема эта не в сигнале РТРС. Проблема эта в том, что оборудование работает некорректно, приемное. И решать эту проблему должны профессионалы. Приехали, наша бригада и просто выключила телевидение, чтобы заменить передающее оборудование со стандарта DVB-T на стандарт DVB-T2. Пока это оборудование меняется, естественно, у человека не будет телевидения. Мы очень старались максимально сократить время проведения этих работ, чтобы наши телезрители как можно быстрее снова могли посмотреть свое телевидение. Поэтому в большинстве случаев отсутствие сигнала не превышало где-то час-два по времени. После этого вещание было восстановлено, но уже в стандарте DVB-T2. Поэтому кто-то все равно не увидел с Алимином Теревизором. А теперь возвращаемся к нашим телезрителям. У него на телевизоре также надпись нет сигнала. Да, да, да. Потому что, неважно какое у него оборудование, нового или старого стандарта, важно, что ему необходимо было сделать автоматический поиск каналов после этого. Заново. Заново перенастроить оборудование, сделать то самое, что он делал, когда первый раз подключил свой телевизор или приставку. А те люди, которые этого не сделали, поиск каналов, они так и сидели без телевидения. Хотя вещание велось. Что же произошло? Это очень печально на самом деле, потому что с нашей стороны все прошло очень быстро. Да, на самом деле вы говорите всего лишь час или два. Час или два, да. Но люди сидели день, сидели два. Потом они вероятно думали, что вероятно что-то сломалось. И после того, как все починят, у них вещание восстановится. Но это не тот случай. Поэтому те люди, хотелось бы обратиться к нашим телезрителям, те люди, которые еще не перенастроили свое оборудование, сделайте это прямо сейчас. И вещание снова будет у вас восстановлено, на ваших экранах снова появится изображение. Так вот, а дальше было все немножко сложнее. Еще сложнее? Вообще сложно. Еще не конец истории? Еще не конец истории. Если у человека оборудование стандарта DVB-T2, то он просто продолжил смотреть свое телевидение и радовался. Абсолютно верно. Но, это после перенастройки канала в повторный. Но если его оборудование стандарта DVB-T, то повторный поиск каналов, к сожалению, не помог, проблему не решил. Тут уже требуется замена оборудования. Если у человека телевизор был со встроенным тюнером стандарта DVB-T, то можно купить новую, а можно купить приставку, которая стоит гораздо дешевле. Подключить к телевизору и продолжить просмотр телепередач. Соответственно, не забыв ее настроить. Включить в розетку, подключить к телевизору. Все по инструкции. Я не зря акцентирую на этом внимание, потому что очень многие забывают делать манипуляции. И потом звонят нам и спрашивают, почему же не работает телевидение. Дальше идем. Если же у человека была приставка DVB-T, то, опять же, no problem, как говорится, просто покупаем новую приставку в магазине стандарта DVB-T2 и меняем ее. Старая приставка больше вам не понадобится. Вещание DVB-T в России больше не будет. Спасибо вам, Евгений, за то, что все так подробно нам рассказали. Теперь у наших телезрителей шансов увидеть новое телевидение в новом качественном формате гораздо больше. Отличного дня и хорошего настроения. Желаю вам я, Анастасия Лялина, и руководитель Центра консультационной поддержки Приморского филиала РТРС Евгений Пономарев. Оставайтесь на нашем канале. Впереди еще много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова